Сегодня мы с вами будем готовить мой лу. Самый простой, самый легкий, самый быстрый, ну и на мой взгляд, самый вкусный рецепт. Я знаю, что все вы, конечно, замечательные хозяюшки. И у каждой из вас есть свой рецепт приготовления этой рыбки. Я думаю, что и я сегодня не открою Америки. Но, тем не менее, поделюсь с рецептом, который готовим мы. Который готовят всегда в нашей семье. А вы можете в комментариях поделиться своим рецептом, как вы готовите эту рыбку. Возможно, кому-то это будет полезно. Но прежде чем мы приступим к приготовлению мойлы, для начала я хотела бы сделать такое небольшое лирическое, так сказать, отступление. Многие из вас просят меня приготовить хлеб на закваске. Я долго думала, как бы показать вам так, чтобы было понятно. И решила, что для начала все-таки мы, наверное, должны с вами приготовить саму закваску. Потому что не у всех из вас она есть. А без нее хлеб на закваске не получится. Поэтому хочу вам сказать, что я сейчас веду запись приготовления этой закваски. Закваска готовится очень и очень просто. Очень просто. Но готовится, созревает она не один день. От пяти до семи дней. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Я сейчас отсниму этот ролик в течение этого времени, чтобы в одном ролике вам все сразу показать, чтобы вам было все ясно и понятно. Вот. Поэтому я обещала вам показать рецепт хлеба. Я вам его покажу. И покажу не один рецепт, а несколько рецептов. Но для начала мы с вами приготовим саму закваску. Вот, кстати, могу вам показать, какой вчера у меня получился хлебушек. Этот хлебушек приготовлен на закваске из цельнозерновой пшеничной муки с добавлением ржаных отрубей и с добавлением солода. Хлеб получился пышный. Хрустящая корочка на нем. И безумно-безумно ароматный. Вот не представляете даже себе, какой стоит аромат. Поэтому хочу вам сказать, что у нас с вами все впереди. Готовим закваску и приступаем к приготовлению хлеба на закваске. Уверена, приготовите один раз и никогда в жизни больше не пойдете в магазин за хлебом. Это я вам говорю точно. Ну а теперь приступим к моим. Нам понадобится сегодня непосредственно сама рыбка. Я ее уже помыла и почистила. Чищу я ее очень просто. Убираю голову, вместе с головой убираются кишки. Все. Нам понадобится емкость, с которой мы будем запекать нашу рыбу. У меня сегодня стеклянная. Понадобится вот такая приправка для рыбы лимонная. Ну, это я такую приправку использую. Вы можете брать любые приправы по своему вкусу. То, что вам больше нравится. И я буду использовать вот такую приправу. Итальянская смесь. Там разные виды перцев и какие-то там еще травки есть, не помню уже. Рыбку я солить не буду, потому что у меня здесь морская соль в этой приправе присутствует. Поэтому нам ее будет достаточно. Сейчас я в этом тазике приготовлю вот этот малинат. Все очень просто. Засыпаю сюда для рыбки приправку. Вот у меня ее как раз осталось на одну порцию. Все. Больше нету. И добавляю сюда вот эту смесь. Вкусную, но такая ароматная. Кориандр там, перец черный, перец красный, перец чили, базилик, майоран. Не помню еще какие травки. Все. Вот этого достаточно. Сейчас я просто рукой вот так все это перемешиваю. Аккуратненько перемешиваю. Вот так. Чтобы все распределилось хорошо. Все специи. Ой, какой запах обалденный. Во-первых, сама мойва. Я обожаю, как пахнет мойва. Запах этот очень люблю. А вот эти специи обалденные. Прям аж вообще. Аж слюнки потекли. Все. В форме у меня уже есть немножко растительного масла. Много я не наливаю. Чуть-чуть. И теперь я нашу рыбку. Буду вот так слоями. Ой, не слоями, а ледочками вот такими вот укладывать. Рыбка, конечно, попадается разная. И крупная, и мелкая, всякая. Ну, какая есть. Кстати, пока чистила, обнаружила очень много с икрой. Мы очень любим, когда рыбка с икрой. Рыбку я вот так кладу. Знаете, одну головкой сюда, другую сюда. Вот так. Голова к хвосту. Или хвост к голове. Так она лучше помещается. Место экономится. Так, чуть-чуть не входит. Подвинемся. Подвинемся маленько. Так. все-таки получилось у меня всю эту рыбку уложить в один противень потому что она еще жарится и место освободиться поэтому я и так немножко по плотнее сделала все теперь нам остается только одно отправить эту рыбку в духовку 10-15 минут разогретой духовке и будет больше чем достаточно еще вам подсказочку одну такую дать рыбку эту можно готовить еще и с майонезиком то есть сверху просто можно полить ее майонезом я этого делать не буду потому что мы свете стали придерживаться более-менее такому правильному питанию и от майонеза пока отказались вот но еще такой нюанс если вы подержите рыбку чуть подольше в духовке минут на 30 например оставить она у вас запекется до такой степени что будет как шпроты она кстати будет тоже очень вкусная и неважно под майонезом она у вас будет или просто вот так она будет запекаться у вас подольше то рыбка будет на вкус как шпроты она будет такая суховатая но мы сегодня будем готовить ее более сочную поэтому запекать мы и будем не больше 15 минут посмотрю по духовке все осталось у меня еще моего поэтому я ее поместила опять же в этот тазик и решила ее засолить сделать малосольный я ее тщательно помыла голову я убирать не стала просто беру берем приправки и опять же беру свою любимую вот эту смесь кстати у меня всегда была приправа для засолки рыбы но сегодня мне не оказалось закончилась вот в этой приправе есть все что нужно для засолки рыбы я прямо щедро так этой приправкой сдобрим и добавлю еще знаете немножко молотого кориандра тоже придаст такую нотку вкусненькую чуть-чуть специях в тех в принципе был кориандр чтобы побольше его было вообще люблю кориандр молотый все и сейчас мы сюда еще добавим соли соль у меня крупная вот такая вот такая крупненькая соль думаю этого будет достаточно перемешиваю не передать словами этот аромат все я ее перемешала сейчас я ее уберу в контейнер чик закрою крышечкой постоит она у меня немного дома ну в комнате и потом на ночь я ее уберу в холодильник все наша рыбка будет готова все вот так вот она выглядит в контейнерочке надеюсь вам видно сейчас я ее закрою крышечкой пресс я никакой не делаю ей просто накрываю крышечкой еще вот так взбалтываю до вечера я еще несколько раз вот так ее взбалтаю соль хорошо перемешалась потому что соль каменная крупная сейчас у нас должна раствориться хорошо все оставляем в покое на некоторое время и убираем в холодильник завтрак вечером мы будем кушать малосольную рыбку мойвочку ну а мы с вами ждем когда приготовится в духовке наша мойва когда она будет готова я вам покажу кстати вы наверное можете меня спросить почему я не добавила перец горошек в малосольную рыбку отвечаю в нашей специи итальянская смесь там есть перец горошек душистый и перец горошек черный мы просто его смолотили поэтому добавлять горошек я сюда не буду единственное что я туда добавлю это буквально два листика лаврового листа я про него забыла все добавила лавровый лист так наша рыбка будет еще ароматнее вот так вот да ты вот так вот решила повыкоблучиваться все не это а вот ты упадешь сейчас вот тут 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 вот чудо все наша рыбка готова достала я ее из духовки вот так вот она выглядит в меру запеченная и в меру сочная аромат стоит обалденный и от самой мойвочки и от приправ которыми мы ее сдобрили сейчас я ее красивенько разложу на тарелочку и мы будем ужинать гарнир к рыбе можно приготовить абсолютно любой будь то картофель либо вермишель либо либо рис я буду ее есть без гарнира потому как худеем ну вот так моя рыбка выглядит теперь немножко я ее присыпала зеленью зелень у меня была замороженная там укроп кинза и петрушка все вместе вот такая красота теперь у нас получилось ну а на этом все если вам понравилось мое видео ставьте класс пишите комментарии делитесь роликом со своими друзьями мне будет очень приятно а я с вами прощаюсь до следующей встречи всего вам хорошего до следующей встречи